Приветствую всех любителей шахмат. Мы продолжаем обзор матча на первенство мира. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, что вторая партия матча, так же как и первая, завершилась ничью. И ни один из противников пока что не может вырваться вперед. Если вы не видели первые две партии, можете кликнуть по аннотации или подсказке и ознакомиться с соответствующими обзорами. Ну а сейчас предлагаю перейти к рассмотрению третьей партии, в которой белые фигуры принадлежали действующему чемпиону мира Магнусу Карлсону. Он начал партию ходом e4, Корякин ответил e5 вторым ходом и на доске, как и во второй партии, возникла испанская партия. Скажу еще раз для тех, кто не смотрел мой обзор второй партии, идея хода слон b5 это давление на пункт e5. Поскольку конь защищает этот пункт, белые могут в нужный момент устранить этого коня и забрать пешку на поле e5, защитив предварительно собственную пешку на поле e4, которая в испанской партии, так же часто оказывается объектом для атаки черных фигур. Ходом коня f6 Корякин нападает на эту самую слабость позиции белых, пешку e4, и предлагает Карлсону перейти в берлинский вариант. Белые рокировали в короткую сторону, черные забрали пешку на поле e4, ясно, что белые взамен легко могут отыграть пешку, забрав так или иначе на поле e5. Основным продолжением в этой позиции является безусловно ход d4 с идеей вскрыть позицию короля черных, который еще не рокировал. В этом варианте ходом конь d6 черный нападает на слона с темпом и заставляет его определиться. Белые при этом берут на поле c6, портя черным пешечную структуру, и после взятия на e5, размена ферзей и хода коней в 5, белые получают пешечный перевес на королевском фланге. То, что черные потеряли право на рокировку в данном положении уже не имеет значения, поскольку на доске позиция эншпильного типа. Ну и помимо всего прочего, черные имеют преимущество двух слонов. В общем, игра носит сложный позиционный характер, и здесь уже было сыграно тысячи партий, в которых черным грех жаловаться на результат. Сам Магнус Карсон сыграл в этом варианте не один десяток партий, и он уж, как никто другой, знает все ресурсы игры черных в этой позиции. Поэтому чемпион мира избирает другой актуальный ход, ладья e1, то есть белые пока напали на коня. Конь отступил на поле d6 и попутно напал на слона белых. Белый забирает пешку на поле e5, пользуясь тем обстоятельством, что брать слона черные не могут, из-за удара на поле c6 со вскрытым шагом. И здесь уже видно, что у черных под нападением находятся одновременно король и ферзь, и спасти этого ферзя у черных нет возможности. Понимая это, Карякин прикрывает линию e, готовит рокировку и попутно угрожает взять слона на поле b5, поскольку никакого вскрытого шага уже нет. Карсон решает сохранить слона, и тем самым оставит черным на поле d6 неуклюже расположенного коня. Теперь черные должны тратить время на решение проблемы этого коня, который загораживает движение пешки d, которая по идее должна участвовать в борьбе за центр. Черные тем временем взяли на e5, размены им выгодны, они упрощают позицию. Белые соответственно берут ладьей на поле e5, на что следует рокировка в короткую сторону. Итак, черные наконец-то спрятали короля, но у них осталось еще несколько неразрешенных проблем. Первая это развитие белопольного слона, вторая не вполне удачная позиция коня на поле d6, который, повторюсь, загораживает путь центральной пешки. Дальше в партии было сыграно d4, белые захватывают центр, а также открывают дорогу чернопольному слону. Каякин своим очередным ходом напал на ладью и при случае готов сыграть ладья e8, разменять ладьи, при этом забрав на e8 конем и решить тем самым одну из проблем позиций черных, указанных выше. Карлсон отступил ладьей на поле c2, с идеей где-то в будущем при случае сдвоиться по линии e, но это позволило черным решить вторую свою проблему, а именно проблему развития белопольного слона. То есть черные сыграли b6, угрожая путем слона a6 напасть на ладью и разменять белопольных слонов. Продолжение ладья e1 позволяло черным осуществить изначальную идею, то есть они играли ладья e8, например, на общеукрепляющий ход c3. Черные меняли дальше ладьи, отступали конем на поле e8 для того, чтобы освободить движение пешки d. И в случае развития чернопольного слона на поле f4 играли d5. Далее партия могла бы продолжаться следующим образом. Белые развили бы слона на поле d3, черные сыграли g6 с идеей поставить своего коня на поле g7 и разменять тем самым белопольных слонов путем слона f5. Так после хода конь d2 черный продолжает конь g7 и на ход конь f1 играет слон f5, разменивая белопольных слонов. В этом случае игра была бы равна. Ну а после хода в партии b6 магнус не желает разменивать слонов, что опять-таки приводит к упрощениям выгодным для черных. Поэтому уводит ладью на поле e1. На это следует запланированный ход ладья e8. Дальше белые развивают слона, попутно угрожают взять на поле d6 и испортить черным пешечную структуру. Черные последовательно проводят свой план, меняются на поле e1, белые забирают ферзем, на что следует ход ферзь e7. Почему же здесь черные не взяли пешку на поле d4? Дело в том, что после взятия слоном на поле d4, черные забирали на поле d6. Теперь, если черные возьмут слона на поле d6, следует двойное нападение ферзь e4. Ферзь нападает на слона и на ладью. Если ладья отступит, то белые просто заберут слона, останутся с лишней фигурой. Ну а на ход слон b2 белые берут на поле a8. И после взятия на поле a1 следует ход слона a6. Черный ферзь связан, поэтому белые выигрывают фигуру и получают соответственно выигранную позицию. Если же на ход слон d6 черные заберут сразу на поле b2, то у белых есть промежуточный удар на поле c7. Они нападают на ферзя. Ферзь не может брать на поле c7 из-за мата на поле e8. Поэтому черные должны отступить ферзем. На это следует продолжение конь d2. И после взятия на поле a1 белые забирают ферзем. У белых две фигуры за ладью и пешку. Преимущество двух слонов. И это обстоятельство дает право полагать, что перевес здесь у белых. Поэтому корякин не берет пешку на поле d4. Играет ферзь e7, предлагая разменять еще и ферзей. Вообще такая игра на ничью со стороны черных имеет смысл ввиду матчевой стратегии. Когда белыми можно активно бороться за перевес и стремиться к победе. А черными аккуратно уравнивать и делать ничьи. Тем временем белые развели фигуру на поле c3. Угрожает где-то ход конь d5 с одновременной атакой на ферзя слона и пешку на поле c7. Поэтому черные выводят слона на поле b7. И прикрывают соответственно поле d5. Дальше белые поменяли ферзей. И сыграли a4 с идеей поставить пешку на поле a5. Где она будет со временем угрожать взятием на поле b6. И вскрытием в нужный момент линии а для ладьи. В то же время черным невыгодно брать на поле a5. Так как в этом случае у них образуется слабо изолированная пешка на поле a7. Черные дальше сыграли a6. Они готовы встретить движение пешки на поле a5 путем b5. И в этом случае линия а закрывается. Ходом g3 Карлсон запланировал размен белопольных слонов. Карякин сыграл g5 захватывая пространство на королевском фланге. Попутно нападая на слона белых. И открывая дорогу для движения короля черных. Что ввиду эндшпиля является актуальным обстоятельством. Не желая ставить слона на пассивную позицию на поле e3. Карлсон решает разменяться на поле d6. И тем самым предоставляет черным преимущество двух слонов. Далее он предлагает разменять белопольных слонов. Особого выбора у черных нет. Не запирать же в конце концов слона путем c6. Так что черный меняется на поле g2. И играет f5. Мы видим, что Карякин этим ходом препятствует фиксации слабого поля f5 путем g4. В этом случае пешки будут у черных стоять на черных полях. Что при наличии чернопольного слона не есть хорошо для черных. Попутно черные ограничивают коня. Белых не давая ему возможности прыгнуть на e4. Ну и помимо всего прочего, король черных может теперь подойти поближе к центру. Карлсон тем временем сыграл конь d5 с угрозой дать вилку и забрать пешку на поле d7. Но черные легко защитились от этой угрозы путем короля f7. Дальше белые напали на пешку f5. Черный защищает пешку королем. И попутно по всем правилам эндшпиля приближает его к центру. Белые нападают на слона. И опять угрожают с двоечерным пешки. Поэтому слон отступает на поле f8. Белые в свою очередь захватывают открытую линию e. Ну а Карякин делает ход ладья d8. Просто защищая пешку на поле d7. В случае возможного нападения на эту пешку конем. Поскольку если эту пешку двинуть вперед при нападении коня. То это приведет либо к загораживанию слона на поле d6. Либо в случае хода d5 к ослаблению поля e5. На котором упрочнится белый конь. Дальше Карлсон сыграл f4. Усиливая контроль над опорным пунктом e5 для коня. Или даже для ладьи. Ввиду слабости на поле f5. Если же черный попытается согнать коня путем d6. То это опять таки приведет к запиранию слона черных. И определенному ослаблению поля c6. Карякин меняется на поле f4. Теперь пешка на f4 будет при случае подвергаться нападению слона. Но с другой стороны белый получает свое владение поле e5. И это обстоятельство уравнивает шансы сторон. Затем в партии последовал ход b5. Белые разменялись и отступили конем на поле e3. Угрожая дать вилку черным с выигрышем пешки c7. Поэтому черный защищается от этой угрозы путем c6. Белый король тем временем подошел к ослабленной пешке f4. И соответственно защитил ее. Своим очередным ходом Карякин ставит ладью на открытую линию. И при случае может внедриться на второй ряд. Белый тем временем занимает открытую линию g. И могут соответственно внедриться на поле g5. Атакуя слабую пешку на поле f5. Или нападая на поле g8. Ходом ладья a2 в партии Карякин допускает первую серьезную ошибку. Гораздо сильнее было просто сыграть слона 6. Прикрыть поле g5. Откуда белая ладья могла нападать на слабую пешку f. Попутно прикрыть поле g8. И помимо этого оказывать давление на пешку f4. После же хода ладья a2 белый просто убирает атакованную пешку на поле b3. Карякин играет c5 с идеей вскрыть позицию и соответственно расширить владение чернопольного слона. Карсен нападает на слона. Карякин защищает этого слона путем короля f7. Попутно нападая на белую ладью. И ладья отступает на поле g2. Белые защищают пешку на поле c2 на случай взятия на d4. При котором защитник поля c2 будет атакован. И вынужден соответственно отступить. Черные берут пешку на поле d4. Белые соответственно забирают пешку на поле f5. Мы видим, что защитить пешку d черные по сути уже не могут. Поэтому они решают сбросить ее путем d3. С идеей разбить белым связанные пешки. И затем нападать на них ладьей. Белые естественно забирают на поле d3. На что следует ход ладья a1. Лучше было все-таки напасть на пешку сбоку путем ладья a3. И привязать тем самым белую ладью к полю b2. После же хода в партии ладья a1. Карсен играет конь d4. Нападает на пешку b5. Заставляя ее двинуться вперед на поле цвета слона. Дальше своим 37 ходом. Карсен ставит ладью на поле g5. С этого поля ладья сможет атаковать пешки черных b4, d7 и h7. Поэтому положение ладьи на пятой горизонтали шахматной доски в этой позиции является практически идеальным. Карякин в свою очередь берет под контроль пешку на поле b3. Карсен дал шах. Черные отступили на поле e8. Защитили пешку d по дороге. Ну а пешка h может по сути защитить себя сама, продвинувшись на поле h6. Где она будет под защитой у чернопольного слона. Далее белые сыграли ладья b5. Взяли под свой чуткий взор пешку на поле b4. Помимо этого ладья будет теперь терроризировать короля и черную пешку на поле d7 по вертикали b. Черные дали шах. Король белых пошел на поле e4. Дальше последовал шах с поля e1. Король идет на поле f5. Ну и мы видим, что позиция белых с большим перевесом. У них лишняя пешка. Король белых занимает доминирующее положение. А фигуры черных прижаты к последнему ряду. В партии Карякин напал на пешку на поле d3. Ну и Карсен допустил в партии первую неточность сыграв ладья e5. Необходимо было все-таки атаковать по вертикали b, где помимо слабой пешки на поле b4, белые могут нападать на короля и на пешку на поле d7. После хода ладья e5 в партии король черных находится под шахом, поэтому Карякин ведет его на поле f7. Следует ход ладья d5. Белые напали на пешку на поле d7. Черные забрали пешку на поле d3. Карсен соответственно забирает пешку на поле d7. Следует ход король e8. Черные напали на ладью. Теперь ладья не может взять пешку на поле h7, поскольку в этом случае потеряется белый конь на поле d4. Поэтому ладья отступает на поле d5. Следует ход ладья h3. Черные нападают на пешку на поле h2. Белые в промежутке дают шах черному королю. Король идет на поле f7. И следует ход ладья e2. То есть Карсен защищает слабую пешку на поле h2. Черные тем временем нападают на коня белых, который находится на поле d4. Конь идет на поле c6. При случае этот конь может дать шах черным либо с поля d8, либо с поля e5. Карякин пока дает шах белому королю. Король отступает на поле g4. Ладья черных атакована. Поэтому черные играют ладья c5. Нападают попутно на коня белых. И в этой позиции лучшим решением за белых было взятие пешки на поле b4. Теперь если черные попытаются напасть на коня белых. Белые защищают этого коня путем ладья e4. И в случае еще одного нападения на коня путем слон f8. Конь идет на поле c6. Черные естественно забирают пешку на поле b3. Но теперь конь попадает на поле e5. Мы видим, что у белых лишняя пешка. Очень сильный конь на поле e5. И все шансы на победу в этой партии. Но как вы уже поняли, Карлсон прошел мимо продолжение конь b4. И сыграл конь d8. Теперь король идет на поле g6. После хода коней e6 черные в промежутке дали шах белому королю. Король отступил на поле f3. Последовал ход ладья c3. Черные дают шах белому королю. Теперь если белые попытаются закрыться от этого шаха путем ладья e3. Черные сыграют ладья c2. И нападут на слабую пешку на поле h2. Ну а после хода в партии король e4. Белые уже угрожают выиграть слона путем ладья g2. В этом случае у них будет два нападения на поле g7. Поэтому слон уходит заблаговременно на поле f6. Белые своим очередным ходом предлагают размен ладий. И ясно, что такой размен не выгоден черным. Поскольку после хода короля f5 конь отступает на поле c7. И выиграть пешку на поле f4 у черных нет возможности. После же хода ладья e3 черные ответили h4. Если теперь белые сами возьмут на поле c3. То черные естественно забирают пешкой. У них проходная пешка. Король должен идти к этой пешке. Иначе она пройдет ферзи. Но на ход король d3 черные подходят королем к пешке на поле f4. Попутно нападают на коня белых. И после вынужденного отступления белого коня черные забирают на поле f4. На доске материальное равенство. И шансы сторон в этом случае были бы равны. Поэтому на ход h4. Карсон сыграл h3. Зафиксировал пешку на поле h4. И попутно ладья с поля e3 защищает в этом случае как пешку h3, так и пешку b3. Дальше Корякин сыграл ладья c1. Последовал шаг с поля f8. Король ушел на поле f7. Белые поставили коня на поле d7. И король дальше продвигается в центр на поле e6. Попутно нападая на коня белых. Ясно, что если белые переходят в ладейное окончание. То наличие лишней пешки не дает им каких-то больших надежд на победу. Поскольку ладья у черных активная. И она может все время приставать к слабым пешкам белых на полях b3, h3, ну и f4 соответственно. Так что на ход король e6. Белые ответили конь b6. Черные сыграли ладья d1. Взяли под контроль поле d4. При случае они могут дать шаг с этого поля. Белые тем временем дали шаг черному королю. Король отошел на поле f7. Последовал ход конь c4. Ладья дала шаг с поля d4. Король отошел на f3. Черные напали на ладью на поле e3. Ладья идет на поле e4. Опять-таки размен ладьи выгоден белым. Поскольку у черных не будет возможности отыграть пешку. Поэтому черные играют ладья d3. Дают шаг белому королю. Король идет на поле g4. Нападая попутно на слона черных. Черные дают шаг белому королю. Попутно защищают слона на поле g5. Король идет на единственное поле h5. И здесь следует ход слон e7. В этой позиции Магнус Карсен дал шаг черному королю. Король ушел на поле f6. Дальше последовал ход конь g4. Король отступает на поле f7. После чего следует продолжение ладья e6. Грозит ход конь e5 с последующим конь g6 и поимкой черного слона. Для того чтобы защититься от этой угрозы черным следовало сыграть слон d8. Отвести слона. Но они решили забрать пешку на поле h3. Что позволило белым сыграть конь e5. И теперь куда бы черный король не отступил. Во всех вариантах черные остаются без слона. Так в партии последовал ход король g7. Понятно что если король уходит на поле f8. То белые дают шаг и забирают дальше слона на e7. Но если король идет на e8. То естественно на этом поле король будет находиться под связкой. Поэтому белые ходом конь g6 все равно дальше заберут слона этого на поле e7. Поэтому король отступил на поле g7. Последовало взятие ладьей на поле e7. Дальше король пошел на поле f7. У белых под нападением находится ладья. Белые защищают эту ладью путем конь c6. На что следует взятие пешки на поле f5. И вот здесь в этой позиции Магнусу Карсену следовало вернуть ладью на первый ряд. Для того чтобы она препятствовала появлению на поле h1 черного ферзя. Мы видим что у черных проходная пешка. И к этой пешке белые должны относиться с соответствующим вниманием. Но Карсен ошибочно пошел конем на поле a5. Решил защитить пешку на поле b3. И это позволило черным самим занять первую линию. Теперь путь проходной пешки h открыт. И они начинают двигать эту проходную вперед. Здесь в этом положении белым стоило дать шаг черному королю. И подойти собственным королем поближе к пешке h4. То есть в случае движения пешки h они бы подходили королем до поля g2. И таким образом препятствовали появлению на поле h1 черного ферзя. Но Магнус Карсен допустил в этом положении еще одну грубую ошибку. Он сыграл ладья b7. Напал на пешку на поле b4. Черные напали своим очередным ходом на коня белых. Белые защитили этого коня путем ладья b5. Дали шаг черному королю. Но король черных идет на поле f4. Теперь мы видим, что у белых нет возможности забрать пешку на поле h4. Поскольку на это последует мат с поля h1. Поэтому белые забирают на поле b4. Король идет на поле g3. Уже все готово для движения пешки h в ферзи. И белым здесь ничего не остается, кроме как шаховать черного короля. Так на ход ладья g4 король отступает на поле f2. Мы видим, что черный угрожает двинуть вперед пешку h. И в то же время у белых на поле a5 находится под боем собственный конь. Поэтому Магнус Карсен решает увести своим очередным ходом коня из под боя. Но теперь черный просто двигает вперед проходную пешку. Черные должны эту пешку тормозить путем ладья h4. И после хода король g3, то есть черный защищает пешку h. Ладья возвращается на поле g4. Дает шаг черному королю. Король вынужден отступать на поле f2. Ну и у белых не остается ничего иного, кроме как повторять позицию. Поскольку пешка h в противном случае просто пройдет ферзи. Поэтому противники в этой позиции согласились на ничью. Итак, после трех сыгранных партий матча оба противника набрали по полтора очка. Так что вся борьба в этом матче еще впереди. Напоминаю для тех, кто не смотрел две предыдущие встречи матча, что вы можете прямо сейчас кликнуть по номеру партии в таблице и ознакомиться с соответствующим видеообзором. Ну и подписывайтесь на обновление канала, чтобы быть в курсе поединка. Пишите в комментариях ваши мысли по поводу матча. На кого ставите, за кого болеете. В общем, оставайтесь в курсе последних шахматных событий и до новых встреч.